С начала года на территорию Химок было привлечено более 80 компаний из других регионов страны. Благодаря этому удалось создать около полутысячи рабочих мест. Новые налогоплательщики – это деньги в городской бюджет, а значит, развитие округа. Чем выше качество жизни в городе, тем комфортнее вести в нем бизнес. Эта формула работает и наоборот. То, что называют предпринимательским климатом, демонстрирует уровень развития любого населенного пункта. Поэтому не случайно многие процветающие города стараются привлечь крупные компании, которые могут принести свои технологии и деньги. Химки – не исключение. Заметный успех последнего месяца ПАО «Трансконтейнер» стала химкинским резидентом. Компания – крупнейший оператор контейнерных перевозок, доставляет грузы по всей России, а также в страны СНГ, Европы и Азии. На сегодня это один из крупнейших налогоплательщиков. До недавнего времени их головной офис был в Москве, однако его перенесли в химки. Администрация округа совместно с коллегами из областного министерства инвестиций помогли подобрать площадку, обеспечили взаимодействие с собственниками здания. В итоге «Трансконтейнер» перерегистрировался и встал на налоговый учет в химках. И теперь эти налоги, которые получал другой субъект, будут получать и Московскую область в консолидированный бюджет, и мы, химчане, потому что порядка 400 рабочих мест будет открыто благодаря этому переезду здесь, и налог на доходы физических лиц будет поступать в бюджет города Химки. Почему же крупная международная компания из всех городов Подмосковья выбрала именно наш округ? Основная причина – экономическая выгода. Компания-резиденты Московской области в этом случае получит льготы по налогу на прибыль вплоть до 2027 года. Это касается в основном крупных компаний, но и небольшим организациям есть что предложить, начиная от субсидий на развитие, заканчивая займами по сниженным ставкам. Бесплатные консультации и практическую пользу предприниматели могут получить в едином офисе, который открыт на базе МКУ «Малые бизнес-химки». Но важна не только поддержка властей, но и наличие площадей, которые подходят под нужды компаний. Причем, чем она крупнее, тем выше требования к помещениям. Чем солиднее компания, тем выше этаж, на котором располагается их офис. Данный стереотип возник не на пустом месте. Считается, что красивая окружающая обстановка благотворно влияет на качество работы. В настоящий момент в Московской области 24 таких бизнес-высотки. 9 из них расположены в Химках. Пример такого бизнес-центра – Химки Уанна Ленинградской. Немало арендаторов здесь – международные компании, такие как «Пегас», «Нордвинд». Иногда арендные площади пустуют, но недолго, говорит управляющая бизнес-центра. Администрация знает о наших вакантных площадях, и когда к ним поступают какие-то запросы, естественно, они предлагают обратиться потенциальным арендаторам к нам. Кстати, возможность смотреть на город свысока через эти окна в пол – заслуга компании, которая тоже арендует здесь площади. Life Engineering разрабатывает и производит светопрозрачные стеклянные оболочки здания, без которых уже сложно представить архитектуру крупного города. Изделия компании можно заметить на зданиях Москвы и других мировых столиц. Компания у нас международная, основные акционеры у нас сидят в Англии, поэтому технологии, которые мы используем – это английское стекло, немецкие системы, российский инжиниринг, конечно, и все это вкупе, вот этот Triumvirat позволяет сделать достаточно уникальные изделия. Большинство объектов компании расположено в Москве, но офис решили открыть именно в Химках. По словам руководителя компании Сергея Фатиенкова, причин несколько. Первое – рядом крупная магистраль – Ленинградское шоссе, а также аэропорт Череметьево, что для международной компании крайне важно. Второе – это забота о комфорте сотрудников, которые, как оказалось, с удовольствием переезжают в Химки. Здесь сотрудники имеют возможность не только работать, но и после 18.00, как говорится, проводить свою активную семейную жизнь. Химки достаточно такой организованный город, хороший город. Он спортивный город, много секций для детей, школы, сады. Я считаю, неплохо чистятся дороги. Сергеев согласен представитель другой международной компании. Производитель оборудования и программного обеспечения для строительства российское подразделение «Хилти Групп» является химкинским резидентом более трех лет. Отмечает удобное расположение города, а также хорошие условия для работы. Здорово, что администрация города Химок поддерживает развитие инфраструктурных проектов, таких как, в том числе, возведение подобных качественных бизнес-центров, в котором находимся мы, поскольку у нас есть возможность не только делиться знаниями, опытом и инновацией, которые у нас есть посредством создания дополнительных рабочих мест, но и в том числе позитивно влиять на предпринимательский климат города и на экономическую среду. Важно не только привлечь новых налогоплательщиков из других городов, но и выявить компании, которые работают в Химках, но еще не встали на налоговый учет. Для этого уже более трех лет действует программа «Химкинский резидент». В 2020 году проведен мониторинг 2712 организаций, в ходе которого выявили 798 налоговых нерезидентов. Из них 163 уже встали на налоговый учет. Благодаря этой программе создано несколько тысяч рабочих мест. Это пополнение нашего бюджета. Вот касаемо непосредственно муниципалитета, МДФЛ весь остается практически у нас. Каждый год нам перечисляют сюда колоссальные суммы для развития муниципалитета. То есть мы должны тоже, в свою очередь, соответственно, понимая это, давать деньги в бюджет Подмосковья. Вот такая консолидированная работа ведется у нас, и мы ее только развиваем в каждом году. Работа дает плоды. По итогам прошлого года городской округ занимал восьмое место по объему поступивших налогов и третья по количеству привлеченных резидентов. Всего же на территории Химок в настоящий момент ведут свою деятельность 24 327 хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей и обособленные подразделения. Ксения Брагина, Николай Забродин и Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...